Потому что человек, который живет правильно, он становится непобедимым, понимаете? Не может коснуться злой его. А если и касается, он побеждает все равно эту судьбу к лапу своей. Просто вы должны понять, что это так. Когда человек сам согласился, что его судьба победит, она его победит. А согласился означает не слушать, не живет в слухе, не молиться. Мне приходилось несколько лет своей жизни по 8 часов в день молиться, чтобы побеждать судьбу, чтобы доходить до первой стадии спокойствия в сердце. Так действовала судьба. Я в 24 года уже знал, что в 48 лет у меня будет событие, которое может сломать мою жизнь. Я не буду рассказывать подробности, потому что сплетни пойдут. Я уже знал это 24 года до этого. И потом, когда это началось, я вспомнил то, что я знал. Я поехал в святое место и по 8 часов в день молился каждый день. И через 20 с лишним дней я почувствовал победу. Поехал назад в преследовании. А дальше все произошло так, как бывают сказки. Эти злые силы просто отошли от меня. Ничего не смотри и со мной сделай. А сделать они хотели много чего. И делали это на самом высоком уровне, который только может быть. Ничего не получилось вообще. Просто ничего. Почему? Потому что все по воле Бога происходит в этом мире. Бог хочет, будет проблемой. Не хочет, не будет проблемой. Я когда изучал вот эту тему победы над судьбой, я был еще молодым совсем. Я тем давно уже занимаюсь. Я когда начинал, изучал, как действует молитва, я все время пытался понять, как работает судьба. И учился смотреть в будущее. У меня была такая история. Я бежал в ванне, парился и молился в это время. Он был молодой, мне было 22 года где-то. Вот. Я смотрел все в ненормальном ближайшем будущем. И обнаружил, что скоро, через несколько месяцев, я потеряю нижнюю часть правой ноги. Ну, то есть, по голей ногу меня отрежут правой. Я буду на одной ноге прыгать. Даже увидел себя на костылях. Я подумал, ну, надо с этим побороться, и с чем ни на одной ноге доходить. Я просто изучал, преодолимо судьба или нет. Потому что многие люди говорят, что суждено, то и будет. А я просто считаю это полным бредом. Понимаете? Полным бредом вот такое мышление. И я тогда еще так думал, что это бред. Иначе зачем жить тогда на этой земле? И я просто начал свою молитву. Я начал свою молитву и постепенно почувствовал, что все будет хорошо, но событие произойдет. И мне, я не хотел дальше молиться, чтобы событие не произошло. Мне было важно почувствовать, понять, что это правда то, что я думал. И я на этом остановился. Я почувствовал, что событие будет, но при этом ничего с ногой не будет. Мне было интересно посмотреть, что будет дальше. Я изучал свою жизнь. И через несколько месяцев я шел, вот представьте, как судьба действует на ровном месте. Я шел копать травы, я лечил людей травами. И тогда я сам выкапывал их, высушивал, и потом как бы людей лечил этими травами. Я шел в лес, я жил в Тольятти, я шел в лес копать травы. Я был молодым начинающим доктором. Вот, у меня был пациент, я там работал. И пытался помогать людям. Я взял, у меня была лопата в одной руке, и был салфановый пакет с ножом. Такой острый, заточенный, вот так, на бок нож. Очень острый нож. Вот, и я как бы там уже накопал часть трав, шел. И в какой-то момент лопата накнулась вниз. Там была заросль травы, так, кочка такая. Ну, то есть, я не видел ее, потому что там была трава. Лопата воткнулась в кочку. Нож был, оказался между лопатой и кочкой. А я люблю ходить очень быстро. И нож встал, уперся в лопату. И я со всего размаху воткнул свою ногу в этот нож. То есть, он уперся в другую сторону, и так, оп. И нож торчит вот настолько в моей ноге. Он уже инфицированный, потому что я же копал, в земле копался. И сразу меня повалило на землю. То есть, такой болевой шок, что я прям раз и вяжу сразу. И нож торчит. Такой раз и вяжу. Вот, и нож торчит. И смотрю прямо, я вспомнил, о, правая нога. Вот это как раз место. И потом следующая мысль. Ну, ты же молился. Должен быть какой-то выход. А я нахожусь примерно на 4, где-то 5 километров на расстоянии от кромки леса. То есть, я как по кругу лесу нахожусь. Но там я нахожусь рядом с просекой. Какой-то, ну, что-то видно. Вот. И Господь мне в сердце говорит, ну, вставай. Опирайся на лопату, вставай. Выход же есть. Ты же молился. Ну, вставай теперь. Я встаю и начинаю смотреть вокруг. Вижу, как будто вдалеке какие-то люди. Как будто мужчины, женщины стоят, поднимаются вроде. Ну, знаете, вот как будто как мираж. И я такой начал туда настроваться. Кричу, помогите. Начал кричать. Помогите, мне нужна помощь. И они такие увидели меня. Я такой за лопату держу, стоюсь. И они побежали, короче. Потом смотрю, точно люди туда бегут. Я уже увидел людей. Они прибежали. У них оказалась там рядом машина. И они привезли аптечку из этой машины. Там в аптечке был йод. И я говорю, вытаскивайте нож. Они такие, вы уверены? Я говорю, да, я уверен. Они раз его вытащили, и такая кровь там плынула. Вот. И я говорю, лейте йод в рану. Они говорят, йод, ребята? Это же сложно. Говорю, лейте. И они начали лить йод в рану. Короче, вылили там. Он сначала остановил кровь. Потом туда залился этот йод, короче. Я там кряхтил. Вот. И потом остался просто шрам. На этом месте все заросло. И они меня взяли на машине домой и отвезли прямо. И так закончилась эта ситуация. То есть Бог показал мне, что все правда. Могли гангрены, гангрены ему отрежут ногу. Вот. Могло это произойти, но это не произошло. Почему? Потому что была молитва. Понимаете? И так много-много таких событий в жизни, которые в вашей жизни точно так же будут происходить. Вы просто начните эту практику, потому что все зависит от вашей памяти. Если вы в своей памяти концентрируетесь на святом человеке, особенно, или просто на тех, кто молится, если искренние люди молятся, и вы просто о них начинаете помнить, и как о них повторять молитву в их настроении, то в какой-то момент вы отвлечетесь от своей судьбы. И в тот момент, когда вы отвлечетесь от своей судьбы, вы начнете ее сжигать. Это сто процентов. Больше того, если у вас в беде близкий человек, и вы хотите ему помочь, то вы тоже должны молиться, слушать тех, кто молится, смотреть на алтарь, на свой, кланяться алтарем мысленно, лучше не двигаться во время молитвы. И стараться повторять так, в таком настроении, как кто-то молится. То есть копируйте их настроение, но не надо тот же ритм копировать, в своем ритме молитесь, но настроение пытайтесь почувствовать. И в тот момент, когда вы забудете про этого человека, которому вы хотите быть и поможем, в этот момент Бог ему начнет помогать. И когда вы молитву закончите, вы вспомните, как вы себя чувствуете, вы вспомните о нем, об этом человеке. И вы почувствуете, что вам будет чувствоваться, что его проблема меньше, чем была раньше. Но когда вы ему позвоните и спросите, он скажет, все как было. Почему? Потому что вы находитесь на первой стадии. Первая стадия означает, что в вашем сердце сейчас меняется ситуация по отношению к нему. И в какой-то момент у вас в сердце появится легкость и спокойствие, все будет хорошо. Это значит, что вы первую стадию победы прошли. Потом вы молитесь дальше. И как будто все сначала вы начинаете, как будто все решало. Вроде была легкость, потом раз, и вы начинаете чувствовать этого человека. Но опять вы должны от него отвлечься и опять думать о Боге. И слушать тех, кто молится вместе с ними, молиться, включаться в эту силу памяти, в духовной жизни. И когда вы в это все включились, на втором этапе у вас придут сразу две вещи. Первая вещь, если этот человек, ну не слушается вас, а вы знаете, как правильно, он начнет слушаться. А если это начальник, который выгоняет вас с работы, у вас начнется с ним хороший контакт на втором этапе. Хотя он будет продолжать хотеть вас выгнать, но при этом поменяет право отношения. То есть вы можете с ним общаться. И на втором этапе приходит знание, что делать. Человек реально понимает, почему начальник хочет выгнать, как лечить этого человека, как вернуть мужа, и он уже начинает с ним разговаривать. Мужа даже думать о нем невыносимо было, вспоминать не то, что с ним поговорить, потому что такая сильная обида. И на втором этапе женщина разговаривает с ним, потому что ничего не произошло. И заново устанавливает с ним отношения дружеские сначала отношения. А потом, когда второй этап заканчивается, происходит удивительная вещь. Человек чувствует не просто, что все будет хорошо, а он чувствует, что он влияет на ситуацию. Прямо реально влияет на ситуацию. Вот представьте, допустим, ваш ребенок тонет, вы здесь, а он там, а вы влияете на ситуацию. У меня был такой случай. Мы шли с моим другом в одно святое место, было темно, ночь. И там было неспокойно. Там были две враждующие группировки, как бы настроенные, люди были очень фанатичны. И мы пришли как раз вот в этом месте, в это святое место в одно. И, как бы, мы шли, это было в России, кстати, давно уже, где-то 25 назад, ну, 24 назад. Неспокойно было время. И я увидел перед нами, идут два человека таких, в черную площадку. По тропинке в лесу, никого нет вокруг, они по бокам тропинки идут, медленным шагом. И мы, как бы, их обгоняем. И в этот момент я чувствую, что мне по голове летит дубина сзади. То есть я не вижу дубину, но чувствую, потому что я развился для этой способности. И я так раз, резко голову вот так вот опускаю. Дубина чекает мне по голове, она мне не попадает по голове, а просто чекает. А так как мой друг, он не чувствует ничего, ему били по ногам. Ему дали по ноге, короче, сильно. И я говорю, бежим. И мы побежали. Они побежали за нами. Так как мой друг, он был уже чуть-чуть подранен, он не мог быстро бежать. И он остановился в какой-то момент. Вернее, они его схватили. Они догнали его, схватили. И у меня был выбор, или бежать к ним и получить дубины по голове опять, или сделать что-то другое. И я застыл в какой-то момент и понял, что мне делать. То есть я вышел сразу, то есть я начал думать о Боге и вышел на вторую вот эту стадию знания, что делать. Я очень сильно собрался, всю свою силу внутреннюю собрал. И из меня вышел такой звук, такой голос. Я сказал. Еще одно движение, и я вас проклинаю. Я так вот сказал. Ну, я им сказал, что проклинаю на смерть. Ну, то есть я реально, как бы, я очень сильно напрягся. И вот так я сказал, и даже глаза не открывал. Когда я открыл глаза, они оцепенели вот так с дубинками, они оцепенели, не могли двигаться. И потом они испугались и убежали просто, и все. И ничего ему не сделали. Я просто звуком победил эту ситуацию. Просто так сильно сосредоточился на Боге, что они не смогли дальше убить. Представляете, то есть в любых ситуациях есть выгод. Просто нужно собраться внутренне и сильно-сильно вспомнить о Боге. Понимаете? То есть Господь защищает всех и всегда. У меня один знакомый, он духовную литературу распространял. Просто бандиты взяли у него, вырвали сумки и побежали. И он, ну, начал кричать, выкрикивать молитву. В результате прибежала милиция, тоже повязала этих людей. Отдали ему сумки, вернули и убили этих бандитов. Случай такой произошел. Ну, все. Много всяких случаев. Что является самым главным? Давайте будем думать. Вот смотрите. Допустим, вы очень больной человек. Очень больной человек. Есть три типа старения. Это не по теме семейного отношения. Но вам рассказать это? Это главное в жизни человека. Есть три типа старения. Первый тип старения, это когда человек поправляется или у него увеличиваются токсины в организме. На второй стадии это превращается и то, и другое в доброкачественную опухоль, а на третьей стадии в злокачественную. Этот вид старения побеждается с помощью молитвы. Плюс длительное движение на природе. Непрерывное, спокойное, длительное движение на природе. Лучше бег. Если не можете, то быстрый шаг, но спокойнее. Вы не суетитесь, а просто быстро, спокойно идете. Когда человек идет больше 50 минут и бежит больше 25 минут, он начинает побеждать судьбу. Реально полное очищение организма у меня происходит через полтора часа бегать. Где-то от 12 до 14 километров. У вас будет примерно то же самое. Но даже если вы будете идти, допустим, час или бежать, допустим, 30 минут, в вашем самочувствии произойдут колоссальные изменения, потому что лишний вес или опухоль, доброкачественная, злокачественная, начинает терять силы. Но для того, чтобы победить, нужно сочетать бег с постом. Ну то есть не обязательно в этот же день поститься, когда ты бежишь. Надо один день поститься хотя бы до обеда, а другой день или идти длительно, или бежать. Лишний вес и опухоли теряют силу в результате такой практики. Это стопроцентный факт. Но при этом, если у вас злокачественная опухоль, надо обязательно вырезать. Или пользоваться услугами врачей, планицей, достатей и так далее. Это все продевает вам возможность жить. Ну то есть опухоль нужна, это война идет с ней, ее нужно побеждать. Доброкачественная опухоль не воюет с человеком, а злокачественная воюет, потому что туда заходит злой дух, злокачественная. И он воюет, он хочет убить человека. Это живое существо внутри вас. И его надо разрушить, его жизнь хирургически самая лучшая. Второй тип старения — это когда человека сильно напрягает. Есть два типа напряжения. Одно напряжение сковывает, а другое лишает функций. Например, если вы не можете согнуться, там, разогнуться, это напряжение вас сковывает. А второе напряжение — это головные боли, спазмы. То есть тяжелее дышать стало, там плохо работает пищеварительная система, ничего не переваривается, там запоры, там, и так поносы, там, боли в суставах. Это вид старения такой. Чувство старения — это чем старше, тем больше это будет действовать на тебя. И как побеждать вот этот второй вид старения, который называется напряжение? Человек должен учиться находиться в неподвижном положении тела. Это может быть или стоя прямо, не двигаться, или сидеть, сгибаться вперед, или сгибаться назад. Но если ты сгибаешься вперед долго, надо потом сгибаться долго назад. А если стоит, больше ничего не надо. В любом случае, стоять просто неподвижно проще всего. Но когда человек это делает больше, неподвижное стояние, больше 25 минут, он начинает побеждать судьбу. Я думаю, что лучше всего каждое упражнение, вот что-то ты неподвижно стоишь в одном положении, потом меняешь, надо доводить до 40-50 минут. И тогда начинается уже точно победа над судьбой. А второе, что человек должен делать, это длительное непрерывное движение. То есть, когда человека напрягает, допустим, голова болит или еще что-то, суставы болят, он говорит, суставы болят, двигаться не надо, надо меньше. Наоборот, надо двигаться, но так, чтобы тебе было более-менее комфортно. То есть, если у тебя совсем суставы больные, иди медленно, но очень долго. В любом случае, когда человек это делает, неподвижное стояние и длительная ходьба, он постепенно снимает от себя эту энергию старения, напряжения, и суставы перестают болеть. Чаще всего бесплодие – это тоже вид напряжения. Допустим, женщина не может зачать. В 80% случаев им надо просто статика и динамика. То, что я вам сейчас рассказал. И она выводит себя из этого состояния, из плоти. И третий вид старения – это излишний жар в теле. Это приводит к язвам, аллергиям, воспалительным процессам в организме. Это и болезни какие-то там, допустим, такие, как красная волчанка, то есть тяжелые, трудноизлечимые, различные иммунные поражения, иммунитета и тяжелые инфекции. Все это означает излишний жар в теле. И он лечится с помощью поста и статики. То есть подвижное стояние и пост. Понимаете, другими словами – аскеза плюс природа. И все это время надо на природе быть много. Потому что, когда вы совершаете аскезу, энергия природы начинает входить в вас. А если вы аскезу совершаете не на природе, тогда надо потом хотя бы на природу выйти. Допустим, вы на беговой дорожке бегали, надо все равно потом после этого выйти на свежий воздух, какое-то время постоять, чтобы энергия природы вошла в вас. Иначе она вас не сможет лечить. Вы поняли, что если человек хочет жить, он должен совершать аскезу. И эти аскезы убеждают его судьбу. Я когда два с половиной года назад начал постепенно все больше и больше бегать, поняв этот метод, я это сначала понял, потом начал бегать, то у меня последовательно в организме произошли следующие вещи. Первое, что произошло – я никогда не худел в своей жизни. Я начал худеть и похудел на 10 килограмм постепенно. Но я даже постился, я не худел. Я начал бегать и после 40 минут бега я начал худеть. Худел на 10 килограмм. Второе, что произошло – у меня сначала заболело правое колено, и оно болело полгода. И мои друзья сказали, что бегать не надо, потому что колени стираются. В интернет визг, говорит, об этом пишет. Я говорю, я знаю, что не надо, что не надо. И просто полгода болело правое колено. Потом оно прошло. Потом колено прошло. И заболело оба бедра. Они болели полгода, потом прошли. Потом заболело левое колено. И прошло, потом заболело сердце. Я, представляю, бегу, у меня сердце болит. Нет, друзья, ну вот, видишь. Сердце проболело 3 месяца и прошло. Теперь я бегаю полтора часа. Ничего не болит вообще. Мне 52 года. Ничего не болит, и я не задыхаюсь. Я бегу полтора часа. 9 километров в час. Не задыхаюсь, ничего не болит. Я чувствую себя намного лучше, понимаете? У меня здоровье стало железным. Хотя 5 лет назад я уже чувствовал, что я устаю от поезда. Я 20 лет в дороге живу. Раз в 5 дней, 2,5 часа неподвижной гимнастики. Каждый день обедаю, только обедаю. С утра ничего не ем. Потому что лечение организма идет только с утра. Паститься достаточно до обеда. Можно не каждый день, но каждый день просто до обеда не ем ничего. У меня там сжигаются, все не нужно в организме. Раз в 5 дней я 2,5 часа делаю статические упражнения. Раз в 5 дней бегу 14-12 километров. Все. Здоровье же железное. Железное просто здоровье. Ничего не болит вообще. Ничего не нужно лечить. Человек становится больным только когда он сдался. Ему, допустим, сказали, теперь ходить вам надо меньше, потому что у вас суставчики больные. И они никогда не станут здоровыми. Если вы в это поверили, все, дальше вы будете помирать уже. Ну, потихоньку, естественно, не за 5 минут. Ну, вам потом раз скажут, привыкайте к земле. Если у вас лишний вес, и вы думаете, что так и должно быть, значит, вы уже сдались. И так далее. Понимаете? Это про здоровье. Теперь про жизнь. Запомните, есть только одна сила, которая дает человеку нормальную жизнь с людьми. Это служение людям. Поэтому мы и создали клуб «Благость» для того, чтобы вы это поняли. И эти люди, которые входят в этот клуб, они учатся жить не для себя. То есть они отрывают свое личное время, находят время на то, чтобы покорнить нищих, сделать добрые дела, там, прибраться в городе, там, и так далее. То есть они находят, потому что у них в жизни есть трудность с жизнью. У кого-то трудность с работой, у кого-то трудность с семьей, у кого-то трудность с зарплатой, там, и так далее. Это все означает нехватка любви к людям, нехватка служениями. Потому что когда человек начинает заботиться о другим, все эти трудности разрушаются в его жизни. Потому что так устроен этот мир. Фактически, если ты не замужем, значит, тебе не хватает этой силы любви к людям, которая тебя приводит замуж. Если ты не имеешь хорошего положения в обществе, то у тебя не хватает этой силы любви к людям, которые приводят тебя к хорошему положению в обществе. Если ты не замужем, конкретно эта сила называется забота о людях. Забота о людях делает женщину красивой настолько, что она сшибает с ног мужчину. Они не могут устоять перед ее красотой. Это невозможно просто, нереально. Если мужчина уважает старших, уважает власти и относится доброжелательно к своим родителям, то невозможно ему он копит такую силу, что его социальный статус будет расти однозначно, без всякого сомнения. Если человек с любовью трудится, находит в себе желание с любовью что-то делать для других, забывая про деньги, он не может жить без работы. У него будет работа сто процентов. А если он и захочет жить без работы, ему уговорят работать просто. Люди будут искать его и говорить, приходи, пожалуйста, к нам, ты нам очень нужен. Я люблю свою работу. Если я, не дай Бог, не поеду лекции читать, меня задолбают. Смой, я не надо. Не надо, давай, пожалуйста. И так далее, понимаете? И если вы чувствуете, что ваша жизнь остановилась, вы находитесь в депрессии, у вас невозможно ничего изменить в личной жизни, вас сажают в тюрьму, вы в жутких долгах находитесь, которые вы никогда в жизни не отдадите, вы чувствуете, что вы живете не там, где надо, не так, как надо, у вас нет никакой жизни полной депрессия, это значит, что вам в жизни не хватает только одного — это отношение с Богом. Всё. Потому что любая самая тяжелая судьба преодолевается только с помощью этого. если вы начнёте просто молитву, вы увидите, как всё это начнёт разрушаться. Самые тяжёлые долги уничтожаются, самое тяжёлое одиночество уничтожается, самая тяжёлая ситуация с работой уничтожается. Всё просто разрушается тем, что человек начинает думать о Боге и молиться ему. попытайтесь это сначала просто понять и поверить, что это так. Если всё, что я для вам до этого говорил, это иметь какой-то логический, как-то можно это понять, то то, что я сейчас вам говорю, вы не сможете это понять. Вам надо просто начать это делать и убить, и как это работает, потому что это самое сложное. Понять, как молитву побеждать, что это самое сложное в жизни человека. Но это самое главное также в его жизни. Потому что без этого жизнь бессмысленна. И есть среди вас люди, которые в прошлой жизни уже молились и достигли этого состояния, понимания, как Бог побеждает судьбу. И если в этой жизни вы не делаете то же самое, то Бог вам не даст вашего личного счастья, пока вы не начнёте Ему служить. И такие люди тоже ко мне подходят. Талик Геннадьевич, я и то, и сё, и пятое говорю, пока не начнёте думать о Боге. Вы не получите никакого счастья в этой жизни, потому что в прошлой жизни вы добились больших результатов. И вы сами в прошлой жизни не хотели жить ниже. Но человек, он как бы с пелёнок развивается, он ничего не помнит, что было раньше. И пока человек не встаёт на этот путь служения Богу, он не может успокоиться в жизни, у него не налаживается ничего, потому что он раньше достиг большего. Это очень важно также знать. Веда к Богу с Солнцем сравнивают. И человека, который идёт к Богу, сравнивают с человеком, который идёт к Богу. Ну, как к Солнцу, то как будто он идёт, как будто дорога. Веда к Богу сравнивают душу с искрой, а Бога с Солнцем. Когда искра летит, от солнца она гаснет. Все это знают. Когда человек живёт своими заботами, своей семьёй, он гаснет всегда. Человек должен перестать жить своими заботами, он начать должен жить заботами других. Он — это революция в жизни. Он должен оторваться от себя, он должен отрывать от себя деньги, давать нищим, отрывать от себя желание счастья от близкого человека и просто ему дарить это счастье. Отрывать от себя желание, чтобы мама позвонила и самой маме звонить. И так далее. То есть, не надо побеждать себя каждую секунду, стараться. И это и есть дорога добра. Но пока ты за Богом не пойдёшь, у тебя на это сил не будет. То есть, самая главная проблема — в силах. Запомните это. Если человек в молитве живёт, у него появляются силы делать добрые дела. А если нет, то нет. И поэтому ваше дерево любви набирает сок. Сейчас. Это стопроцентный факт. Через год встретимся. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Расскажите мне, расскажите мне, как изменилась ваша жизнь. Вы расскажете мне, как вам стало легче, как вы сражались за свою судьбу, как вас никто перестал, все перестали вас понимать, простеньки испугались, что с вами происходит, как вы поменяли свое питание, свой решение дня. Расскажите мне, как муж потом тоже начал потихоньку жить по-другому, хоть и говорил, что это все он сам знает, и что это не ты, типа меня тут меняешь, а я тебя меняю. Вот. И так далее. Все это в вашей жизни произойдет обязательно. Сто процентов. Я хотел бы, чтобы вы не закисали без меня. Потому что для того, чтобы все развивалось, вы должны все-таки как-то жить дальше. А жизнь означает также общение. И здесь есть один человек, мы с ним встретились, когда мы были на духовном ретрике в Индии вместе и погружались в молитву, учились в молитве. Вот. Он живет здесь, я живу в Расставском крае, но вот здесь мы пересеклись с ним. И его зовут Илья Николаевич. Вот. А он профессиональный психолог. И он будет читать семинар здесь 21 декабря. Просто одна лекция 17.30 до 20.30. Вот. Улица Гагарина, 50. Библиотека имени Ленина. И сейчас он у меня сбросил информацию. Как создавать отношения в семье на ценностном уровне. Илья Николаевичу выйдет. Покажитесь. Вот. Приходите. Он хороший, добрый человек. У него замечательная жена. У них отличная семья. И он может вам показать пример. Как надо отношения с другом. Вот. И я хочу также сказать, что у нас есть Светлана. Такая удивительная. Встаньте, пожалуйста. Вот эта девушка, она от меня не отставала лет 5, наверное. Она меня тянула в этот город и заставляла меня сюда приехать. А это означает, что мне надо ездить больше на 3 дня. У меня и так уже, как бы, не было возможности увеличивать график. И так все, как бы, котятки, куда я ездил уже. И она доказала мне, что я должен сюда приехать. Аплодисменты. Спасибо. Она развила здесь такую активность. Обычно клубы благости у нас возникают, когда я приезжаю в какой-то город и читаю лекции. Она же сделала развитые, активные клубы благости здесь, и в Кирово-Чапеце, да, и в соседнем городе, и еще там, в другом городе. Она туда же даже начала ездить. И она просто здесь такую активную деятельность развернула, что и приезжала к нам на фестиваль в Багазе, там меня агитировала, чтобы я приехал к вам. И я все-таки приехал. Но это уникальный человек. Такие люди редко встречаются. У меня нет в каждом городе таких людей, как она. Удивительный человек. Она даже хотела сформировать мою программу лекционную, и чтобы клубы благости пели вам песни и танцевали перед вами. Я не согласился и начну. Но думаю, что, наверное, все-таки давайте все-таки одну песенку спойте, а потом начать всем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, я здесь могу сидеть? Когда им есть? Да? Все с вами, да? Но вот, посмотрите на них, наших благостных. Благость. Ну да, я понял, нужно досматриваться. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.